Анекдоты, которые звучали на русском радио, они были очень пошлые. Я все это выписал перед директором школы, перед заочем, это все стояло зачитывало. У бати стоит пиво, какое-то написано там премиум. Я такой, а свободно ли название радио премиум? Ты сам понял, что из меня ведущий будет абсолютно никудышный. Решили пойти с козырей, и я задался целью зарегистрировать в контакте Рамзана Кадырова. Мне даже казалось, что поклонники должны драться между собой. Привет, меня зовут Анастасия Карпова, я возглавляю проект 30 до 30 в России. Сегодня мы говорим с Константином Сидорковым, победителем в номинации управления рейтинга 2021 года. Костя, директор по развитию музыкальных проектов ВК или ВК, как теперь правильно. Как удобно и как угодно. Мы сегодня еще поговорим про ребрендинг Mail.ru, который стал ВК. Но когда я готовилась к интервью и думала, какие же вопросы тебе каверзные позадавать, я поняла, что ты очень много рассказывал, в принципе, о своей карьере, но нигде никогда не говорил, кем ты вообще мечтал стать в детстве, как музыка пришла в твою жизнь. То есть все начинается, все твои рассказы начинаются с того, что в 12 лет ты с другом сделал радиостанцию. Вот расскажи, как вообще случилось так, что в твоей жизни появилась музыка? Ну, мне кажется, все началось, когда мне было еще лет 5. У родителей был такой магнитофон Panasonic, где, ну, собственно, в который можно было вставлять кассеты, и на которые можно было записывать песни, которые играют на радиостанциях. Сейчас, как бы, это то, чем я занимался, можно назвать составлением плейлистов, но тогда я просто сидел днями и ночами напролет, слушал радио Европа Плюс и просто вот как-то ранжировал песни и записывал их на разные кассеты, основываясь просто на каких-то чувствах, что нравится они, не нравится на русском, на английском языке и так далее. Меня просто было не оторвать, это было мое, наверное, самое любимое развлечение. Мне кажется, даже мне это нравилось намного больше, чем, не знаю, кататься на велосипеде и так далее. И помню, что была еще история, по-моему, это было в первом классе, нам дали какое-то творческое задание в свободной форме, скажем так. Я помню, что я в большой такой альбом выписал все анекдоты, которые тогда звучали на русском радио. А нужно понимать, что на момент начала 2000-х радио было по своему содержанию настолько же свободно почти, как интернет, там многое позволялось. И анекдоты, которые звучали на русском радио, они, по-моему, назывались армянское радио, они были очень пошлые, ну и максимально неприемлемые. И я все это выписал, там вот все, что там за неделю или за две недели каникул, значит, я услышал, и потом торжественно там перед директором школы, перед заучим это все стояло, зачитывало. Сколько я себя помню, вот всегда у меня там уже там чуть позже там появился кассетный плеер, там MP3, CD, неважно, мне всегда, в общем, ловил там какую-то свою любимую радиостанцию и там, в общем, слушал по дороге в школу, гуляя с друзьями и так далее. Поэтому, наверное, вот это у меня как-то любовь к радиостанциям прививалась прямо с самого детства. Сам ты музыкантом не мечтал быть? Вообще нет, я там, безусловно, у меня сейчас потихоньку просыпается интерес к созданию музыки, но не с точки зрения рэпера, хоть я пытаюсь выглядеть как рэпер, сам я как бы не собираюсь этим точно заниматься. Мне интересна очень давно уже танцевальная музыка, и мне хочется как-то развиваться в этом жанре, собственно, и писать танцевальную музыку, учиться, наверное, писать в первую очередь. Но все равно это там как такое хобби, там, типа, далеко не первое в списке важных дел в моей жизни. Поэтому все-таки мне больше нравилось как-то потреблять, наверное, контент, разбираться в нем, но вот стремление самому там что-то там учиться, играть на каких-то инструментах у меня особо никогда не было. Расскажи про радио, которое вы создали с твоим другом. Тебе было 12. Супер ранний возраст для бизнес-проектов. Это все, скажем так, наверное, достаточно так же плавно в моей жизни развивалось. После того, как, наверное, я уже там записал всевозможные кассеты и так далее, я стал постоянно дозваниваться на радио, участвовать там в разных акциях, конкурсах и так далее. Причем очень смешно, что когда я дозванивался туда, меня часто принимали даже за девушку, потому что у меня был очень высокий голос, такой детский, часто такие, девушка, как вас зовут? Я такой, я Костя. И там иногда просто даже бросали трубку и не хотели со мной дальше разговаривать. Но я помню, что на момент, как раз мне 10-11 лет, у меня вся квартира была завалена какой-то сувениркой, которая там выигрывала. Футболки, кружки и так далее. Мы там с бабушкой ездили все это получать, в общем, в отдел выдачи призов. Ну, в общем, меня там уже на тот момент, там, ну, как на Energy, на DFM, меня уже реально знала редакция, знали ведущие все, потому что я им просто, ну, обрывал всегда телефонные линии. Я приходил со школы и там научился, в общем, на домашнем телефоне, как можно там быстро дозваниваться и прям сидел, алло, алло и так далее. Кто у нас сегодня получит утренний фреш-микс от Саймона? Мы уже звоним. Мы звоним Константину Сидоркову. Костя Сидорков. Кстати, наш постоянный слушатель. Музыка-то у него какая? О, энергичная. Алло. Да-да-да. Костин, доброе утро. Это Black to White на Radio Energy. Привет! Это вот во времена, наверное, когда еще дома не было скоростного интернета и когда там, ну, скажем так, компьютерные игры были, но не сказать, что я прям в них там проводил сутки напролет. Конечно, там тоже это такое, наверное, это отняло какое-то количество времени, но меня это не затянуло, так как затягивало, наверное, всех моих тогдашних друзей. И момент, когда нам домой проводят уже широкополосный интернет, даже до этого вот такой был интернет по карточкам, где там 30 минут сидишь, занимаешься телефонной линией. Ну, короче, в общем, всем, всем, кто находится дома, приносишь много дискомфорта, потому что мало того, что занята линия, как бы так еще и там, в общем, интернет крайне плохо работал тогда. И вот появляется хороший интернет, и я вдруг обнаруживаю, что оказывается в интернете есть много онлайн-радиостанций, которые представляют из себя просто какое-то бесконечное потоковое радио. Еще не охваченных тобой. Да, то есть это просто там играет плейлист, песни меняют, ну, там между песнями иногда есть там какие-то джинглы, отбивки радиостанций, но, в общем, это все очень скучно и неинтересно. И я задался вопросом, а почему бы в интернете не создать такую же профессиональную радиостанцию, как вот мы привыкли слышать в машине, ну, на FM-частотах. И начал там как-то читать, изучать вообще, что нужно для того, чтобы в интернете начал вещать радиостанция. Понял, что для этого, кроме там нескольких специальных программ, ничего не нужно, все это может у тебя прекрасно вещать с домашнего компьютера. И я зашел в какой-то один из чатов поклонников как раз, по-моему, Radio Energy. Просто туда написал, ребята, а кто умеет настраивать вещание онлайн-радио, кто вообще шарит за это? И там один из двухсот человек вдруг мне отвечает, что да, давайте снимем свою Аську, я тебе все расскажу. И мы с ним списываемся в Аське. Он выясняется, что ему 18, он студент мои, мне на тот момент 12. Но тут, наверное, важно сделать маленькую ремарку, что я достаточно рано пошел в школу, и так получилось, что я еще пропустил второй и четвертый класс. И получается, что на момент 12 лет я уже был в восьмом классе. И, соответственно, ну, я так, мне, естественно, надо было как-то адаптироваться к своим одноклассникам и тоже, ну, быстро, наверное, взрослеть. Конечно, там первые, там, какой-нибудь, там, не знаю, шестой-седьмой класс, там были, конечно, дичайшие проблемы вообще с общением, коммуникацией, ну, потому что, очевидно, там, в школе, если это, там, не знаю, самый маленький, самый слабый, то, конечно, все шишки летят именно в тебя. Но как-то к восьмому уже и девятому классу все более-менее мы как-то начали выравниваться, и эта наша пропасть в три года разница начала сокращаться. И поэтому, наверное, мне уже стало как-то легче, наверное, общаться со взрослыми людьми. И так как там тогда вот Ваня, которому было там 18, он был студентом, он, в принципе, сам был достаточно молодый парень, в общем, мы с ним списались, и где-то, наверное, там, недели-две обсуждали, в общем, как можно было бы это сделать, и он подключился там удаленно к моему компьютеру и, в общем, все настроил. То есть его не испугало, что тебе так мало лет? Есть еще одна важная ремарка. Все-таки я понимал, что, наверное, если ты напишешь свой реальный возраст, тогда никто не начнет с тобой общаться на равных. Это сейчас мы все такие вот, значит, там, зумеры, подростки, они все типа шарят, они там, ну, то есть сейчас к молодому поколению ну, все равно относятся намного с большим уважением, чем раньше. Раньше типа не было, был такой модный термин, есть максимальный эйджизм, что если ты, значит, мелкий, то ты, значит, там ничего не шаришь, ну, и с тобой просто никто не будет разговаривать. Ну, естественно, я себе там прикрутил немножко... Пару лет, да? Да, ну, даже не пару, там, поначалу я что-то там 4 или 5 прикрутил, а потом этот там возраст потихоньку начал уменьшать. Но я честно скажу, я до 18 лет, до реальных 18 лет только супер близкий круг моих друзей знал, сколько мне по-настоящему лет. Все остальные были уверены в том, что мне там, что я на 3 года старше своего реального возраста. И, собственно, ну, так как мы еще и не созванивались, а только переписывались, он мой голос не слышал, его это никак не смутило. И мы, собственно, он настроил мне все технически, а я дальше начал уже там заниматься придумыванием названия радиостанции, заниматься там, создавать на ЮКУЗе, это бесплатный хостинг сайтов, какой-то там сайт, оформлять его и так далее. Название для радиостанции выбрал очень просто. Я как-то зашел на кухню, смотрю, у бати стоит пиво, какое-то написано там премиум. Я такой, а свободно ли название радио премиум? И погуглил, посмотрел, что я там ездил в Бразилии какая-то одна радиостанция, и вы, собственно, название можно занимать. Ну, вот и так появилось название, появился сайт, и вот буквально, да, через две недели мы уже там полноценно, собственно, начали вещание. И с тех пор мой компьютер стал работать как сервер, не выключаться день и ночь, и вот все, я туда прям нырнул с головой в это все. Как твои родители к этому относились? Честно скажу, конечно, как только они начали понимать, что это стало отнимать очень много времени, и успеваемость в школе тоже начала немножко спускаться, то есть я был таким прям отличником-хорошистом, начал потихонечку там уже так проседать в сторону четверок и троек. Вот, конечно, не сказать, что это их радовало, но при этом мне прям сильно они это не запрещали. Они мне пытались объяснить, что пойми, что учеба важнее, тебе надо все закончить, тебе там надо скоро готовиться, там уже начинать к ЕГЭ и так далее. Вот, но каких-то, наверное, сильных препятствий не было. Вот, помню, что я прям там всеми силами там ни на какую дачу не поеду, все, вот хочу там типа еще сидеть, заниматься, и там никто мне не запрещал там до пяти утра сидеть, работать, ну, не во время, скажем так, будних дней, я там летом, я помню, что вообще там в каком-то вообще своем графике существовал и там во всем этом варился. Начал просто раскидывать по всем возможным форумам, по всем возможным сайтам, где можно какую-то бесплатную рекламу разместить или просто делать какие-то рассылки. Начал, в общем, везде об этой радиостанции рассказывать. Нашел еще нескольких ведущих, потому что сам понял, что из меня ведущий будет абсолютно никудышный, и не мой голос, ну, как бы никаких базовых навыков у меня тогда совершенно не было, и я, собственно, решил, что нет, я буду заниматься маркетингом, каким-то продвижением, но вот не хочу лезть ни в техническую составляющую, ни в какую-то историю про то, чтобы там сидеть, вести программы и так далее. В какой-то момент это превратилось в бизнес-проекте, приносило это какие-то деньги? Ты знаешь, так за 4 года уже, ну, то есть это не стало каким-то серьезным бизнесом, и все это продолжалось все 4 года на полном энтузиазме. Мы нашли, точнее, есть очень интересная история, как этот проект вообще удалось на самом деле поставить уже на какие-то более-менее серьезные рельсы. Вот с момента вот этого запуска домашнего радио прошло где-то, наверное, года полтора, и я замечаю в эфире как раз, по-моему, Radio Energy проходит акция «День радио». Призом этой акции является, что ты целый день проводишь в редакции радиостанции, общаешься с ведущими, там тогда студия находилась в Останкино, ну, в общем, ты там, по-моему, окунаешься в головой мир радио. Я подумал, вот какая должна была быть мотивация у победителей этой акции, чтобы в ней выиграть. Ну, то есть, по факту, это же очень странный приз для человека, которому радио безразлично. Ну, как бы, ну, экскурсия. А там была сложная механика, там нужно было, в общем, что-то записывать, свой голос стараться, ну, прям надо было заморочиться. Я решаюсь написать победителю этой акции и предложить ему стать у нас ведущим. Просто нахожу, по-моему, в одноклассниках, такой, вот, Руслан, там, давай, приходи к нам работать ведущим. Мы с ним встретились. Он, конечно, ну, типа, в полном шоке, что к нему пришел просто какой-то, там, 13-летний подросток, и что-то от него хочет, и говорит ему про какую-то работу на радио, а там, ну, парню на тот момент, там, 24 или 25 лет. Вот, но я решаю тогда сделать ход конем, потому что понимал уже, что, во-первых, и родители уже немножко так, типа, смотрят на меня криво, что я какой-то фигней занимаюсь полтора года, и ребята уже немножко подустали, потому что понимают, что вроде, типа, делаем-делаем, но никакого вот нет толчка. То есть без денег все-таки, там, такие проекты запускать крайне сложно, без какой-то массовой рекламы. Ну, то есть все работали бесплатно. Да, да, и уже немножко начали, как бы, как бы подвыгорать. И я предлагаю вот этому Руслану, который победил в акции на Эннерж, говорю, Руслан, слушай, ты там, ну, вот у меня есть какая-то чуйка, мне кажется, что из тебя бы получился бы классный такой генеральный директор, продюсер, руководитель, который бы там смог, во-первых, и помочь нам зарегистрировать юрлицо, зарегистрировать, получить лицензию СМИ, ну, и, в принципе, помочь как-то там обзавестись студией, помещением и так далее. И его это предложение заинтересовало, он как раз был в поисках какого-то бизнеса, скорее, наверное, даже больше там какой-то работы для души. И, в общем, я так, с одной стороны, конечно, очень слепо и по-детски просто доверился человеку с улицы, но, с другой стороны, там, я думаю, что в формате домашнего радио это просто просуществовало бы еще полгода и благополучно бы закрылось. То есть, ну, это все равно была дорога в никуда. Вот, и мы решились работать вместе с Русланом вместе, начали подсобирать команду. Там в проект не было привлечено там каких-то супер больших инвестиций. Мне кажется, там мы суммарно за первый год потратили, ну, там, на момент 2008 года 300 тысяч рублей, наверное. Откуда были деньги? Это были как раз деньги Руслана. Он вложил их в оборудование, там, он смог... Помещение, благо, нам тогда досталось бесплатно, так как, в общем, у него там по семейной линии там... Он занимался там работой в нескольких зданиях в районе Киевской, и нам, собственно, досталось там такое хорошее подвальное помещение в очень, на самом деле, там, классном доме, вот. И мы там оборудовали студию, и вот, соответственно, я думаю, что там за год примерно такую сумму денег, наверное, в проект, можно сказать, инвестировали. Я вот, честно, очень сомневаюсь, что как-то они по итогу вернулись, и вообще, что, как бы, там, реклама, ну, скажем так, живых денег мы там за все эти четыре года никаких не видели, но я начал практиковать бартерные коммуникации, бартерные сотрудничества, начал договариваться с мероприятиями, с какими-то, так же, брендами, с какими-то площадками, ну, в общем, со всеми, кому было бы интересно, наверное, рекламироваться на радио, и начал им предлагать просто бартерную рекламу взамен на какие-то совместные спецпроекты. Конечно, получал много отказов, но при этом научился такой прям хорошей деловой коммуникации, преимущественно, конечно, без личных встреч, но, там, по имейлу, через звонки, в общем-то, у нас в эфире, там, стали разыгрываться очень классные крутые призы, и мы стали становиться партнерами больших мероприятий, даже партнерами фильмов, игр, ну, то есть, мне кажется, что сейчас даже сложно себе представить такие обороты всех партнеров для просто какой-то онлайн-радиостанции. Тогда было просто классное время, потому что не было особо никаких стримингов, аудиозаписи ВКонтакте только стали потихоньку появляться, Apple Music и не существовало, Spotify тоже где-то там был, мне кажется, еще в Швеции тоже только-только запускался в зачатке, ну, то есть, у онлайн-радио были очень большие шансы стать чем-то таким массовым, полезным и интересным аудиторией. Как у вас тут все миленько, юникорно. Здесь должна быть какая-то, мне кажется, склейка и перебивка, и мы должны вставить то, как выглядит переговорка под названием «Пыточная» в доме Зингера, и потом резко вернуться сюда. Тут слишком мило, да? Да, тут нужно какой-то баланс выдержать. Да, я просто решил показать, мне кажется, такую самую тематическую переговорку, которая есть у нас на этаже, переговорка называется «Стикерная», что у меня в руках, что рядом с тобой и за тобой вообще везде, это все наши маскоты. Помимо того, что пользователи в огромном количестве отправляют друг другу стикеры с этими персонажами, так они у нас еще и являются маскотами ВК-феста. И мы там год от года устраиваем между ними голосование, кто же там победит, кто станет главным символом фестиваля. Так что этого котика я презентую тебе, пусть он у тебя на рабочем месте. Спасибо. Что в итоге с этим проектом произошло? Не полетело? Когда мне сделали предложение работать на Radio Energy спустя как раз 4 года, я принял решение полностью безвозмездно все оставить ребятам, потому что понимал, что в них есть еще какой-то драйв, и действительно были шансы, что проект там может как-то стать прибыльным и полететь. Я знаю, что ребята там даже договорились о вещании на нескольких FM-частотах в небольших городах, но, к сожалению, все-таки стриминг-платформы перекрыли полностью кислород развитию онлайн-радиостанций, и, ну, в общем, наверное, проект в развитии остановился и потихоньку просто откатывался, откатывался назад. Вот, ребята до сих пор находят еще время, занимаются развитием, делают там какие-то проекты, связанные там, насколько я понимаю, с каким-то там бизнес-образованием, с путешествиями, вот. Но, скажем так, как таковой задумки, там, воплотить и создать из онлайн-радиостанции там большой бренд в FM-диапазоне, к сожалению, все-таки таких в текущих реалиях уже просто не представляется, возможно. Ты же никак не участвуешь в этом проекте? Нет, я, вот, у ребят было, кстати, была круглая дата. Десять? В этом году было 15 лет. О, 15 уже. То есть мы как раз это все запускали в... Даже 15 лет будет в январе, вот, прям 22-го года, потому что мы запускали это все в 2007 году, я 14 лет мы как раз отмечали, я там как-то приезжал к ним просто в эфир, чтобы поздравить и так далее. Ну, в общем, для меня это радиостанция стала просто классной возможностью набраться опыта работы, причем как внутри команды, потому что у нас постоянно были какие-то терки, конфликты, мы друг друга не слышали, ну, то есть я вообще там, честно говоря, не понимаю, как мы в какой-то момент себе не разругались и не разбежались, причем в самом начале. И момент по части, наверное, деловой коммуникации, общения с партнерами. И третье, что тоже немаловажное, это работа над личным брендом, которую я как раз начал прокачивать тоже во время работы на радио, начав просто ходить по мероприятиям, брать интервью у каких-то известных людей и потом этих же известных людей приглашать к нам в гости на эфир. Поэтому там в те времена к нам сходила Децл, и там группа Бандерас, группа Серебро, ну, в общем, все там... Все звезды. Все селебы, Элван, ну, вот, причем звезды и хип-хоп-сцены, и эстрады, и все они, в общем, приходили к нам на эфир с большим удовольствием. То есть мы смогли прям сделать такой какой-то очень, наверное, лояльный бренд артистам, понятный, и с удовольствием поддерживали их песни в эфире радиостанции. Ты рассказал про Энерджи. Собственно, этот оффер, вероятно, у тебя тоже получился благодаря... Случился, да, в твоей жизни, благодаря вот этому бренду, который ты уже создал. Потому что, насколько я помню, тоже в очень юном возрасте ты пошел на работу в Энерджи, скажешь, тебе он 15-16? Да, и это было очень, очень так знаково. Было какое-то мероприятие в Москве, где я вел переговоры с организаторами, и уже был инфопартнером этого мероприятия радио Энерджи. Я убеждал организаторов в том, что, типа, мы... Ну, то есть, как, радиостанции же любят быть представлены в единичном экземпляре, и не любят, когда есть кто-то еще рядом. А я убедил организаторов, что это FM-радиостанция, мой онлайн-радиостанция, это разные. Никаких проблем. Да. И они такие, о, супер, как бы, давайте, значит, мы вас тогда интегрируем вместе. Я узнал, я спросил, а какие там мои Энерджи-баннеры будут? Они сказали, там, ну, такого размера. Я говорю, так, мы должны напечатать баннер в три раза больше и повесить его на центральную, в самом центральном месте. И на это мероприятие пришли представители Радио Энерджи. Первый вопрос, который у них возник, что это такое, кто это повесил, и что это за радио премиум. И после этого случая проходит где-то два или три месяца, и мне ВКонтакте пишет сотрудник Энерджи, говорит, Костя, привет, мы тут уже про тебя слышали, там, сопоставили факты, что ты у нас раньше участвовал в акциях, сейчас ты занимаешься своей радиостанцией, давай, приходи, пообщаемся. В общем, было бы клево с тобой вместе начать работать. Они тебя пригласили делать им в соцсети или в маркете? Сначала заниматься сайтом, потому что предложение я от них получил в конце 2010 года, и тогда, ну, там, только, по-моему, у Европы Плюс и у Радио Рекорд были свои группы ВКонтакте, и там, ну, про Фейсбук, Твиттер, вообще, как бы, там, Инстаграма и не было, да. Ну, то есть, тогда было предложение стать редактором сайта. Но, позанимавшись этим первые полгода, стало очевидно, что, как бы, начинают набирать обороты в соцсети, есть там уже примеры конкурентов, которые очень активно работают со своей аудиторией ВКонтакте, и надо, в общем, весь фокус внимания перебрасывать на ВКонтакте, на Ютуб, и заниматься, в общем, продвижением радиостанции там. Вот, и я уже имею опыт как раз продвижения во ВКонтакте, там той же группы своей радиостанции, начинаю там как-то прокачивать скиллы и погружаться, и, в общем, узнавать то, как можно радиостанции прогрессировать. Вот, и по итогу работы за три с половиной года с командой нам удается сделать миллион подписчиков. Во ВКонтакте. ВКонтакте, да, что является прям очень таким большим и важным результатом, потому что, ну там, на тот момент мы, в общем, становимся третьей радиостанцией по числу подписчиков, при том, что начали заниматься развитием там на два, на три года позже, чем они, потому что радиорекорд ВКонтакте существовал, мне кажется, чуть ли там не с момента появления самой соцсети. Вот, нам пришлось, конечно, очень много наверстывать, но прям это очень большой результат получился. Для человека, который находится вне вашей компании, ребрендинг, когда вы вдруг назвались ВК или ВК, был неожиданностью, мне кажется. Вот почему все-таки Mail.ru, компания большая, старая, которая стояла у основания интернета в России, вдруг стала ВК? Ну, на самом деле, для нас изнутри ребрендинг кажется как раз и очень логичным шагом, потому что уже на протяжении последних нескольких лет социальная сеть все глубже интегрируется вообще во все продукты компании, в экосистему, и на самом деле уже в какой-то момент соцсеть стала центром всей экосистемы Mail.ru Group. И такие сервисы, там, как, например, Delivery Club, там, внутри экосистемы стали ВК-едой, The City Mobile стал ВК-такси. Ну, и стало очевидно, что для, скажем так, обычного пользователя будет намного проще и понятнее, что есть ВК как большая компания, которая все объединяет, и, наверное, в общем, как-то это неправильно, наверное, будет сказать омолодит аудиторию, но, наверное, просто наши сервисы и продукты станут еще более доступными и понятными для аудитории. Мне кажется, в мире, вот я сейчас так прикидываю, только одна компания, она совмещает в себе все то, что есть у вас, это китайский WeChat. Собственно, то, что было создано на основе социальной сети изначально. Ну, мне в целом кажется, что тренд, безусловно, был задан китайским рынком, но как будто бы он сейчас начинает уже распространяться по всему миру, и все больше каких-то компаний, да даже, мне кажется, если посмотреть на Facebook, все равно он обрастает, простите, мета уже. Да, кстати. Он тоже обрастает уже абсолютно разными сервисами. Я думаю, что в конечном счете будет также всех их стараться вместе как-то интегрировать. Вот, но на нашем рынке, конечно, уникальная ситуация. Такого, мне кажется, количества экосистем, как в России, нет больше вообще ни в одной стране мира. Я думаю, экосистема уже стала ругательной. Да, мне кажется, она стала уже таким, как бы абсолютно каким-то нашим по духу. Твой нетворк университет расширил в плане каких-то контактов в сфере музыкальной, или в основном это были все те люди, которых ты и так знал? Нет, наверное, сильно нетворкинг никак не развивался, но вот как раз-таки прокачать скиллы по общению с преподавателями, с какими-то лекторами, которые к нам приходили. К нам, я даже помню, приходил читать лекцию рэперу Лок Док. Ну, на самом деле, я помню, что там предметы были максимально... Ну, то есть, мне запал прям очень сильно в душу момент с создачей экзамена по предмету музыкальной стили, где нам включают отрывки песен, и нам надо, значит, писать, что это за музыкальный стиль. Это было угадать. Ну, да, нужно было не угадать, а нужно было узнать и как бы написать еще там какой-то краткий рассказ, что это за жанр... Ну, не в смысле жанр поп, а там надо было прям копать глубоко. И по режиссуре, по там монтажу клипов, то есть там, ну, на самом деле, очень интересная была программа, поэтому я все-таки надеюсь, что где-то подобное смогут возобновить, потому что сейчас, как никогда, на рынке острая нужда в кадрах музыкальной индустрии профессиональных. И, ну, существуют, конечно, какие-то образовательные платформы, курсы, но вот так, чтобы можно было получить высшее образование в музыкальной индустрии, очень для меня большой вопрос, почему, в общем, такой опции возможности сейчас не существует. Вернемся к твоей работе на Energy. Вот когда ты пришел туда и стал заниматься там их страницей ВКонтакте, дальнейшим какими-то соцсетями, маркетингом, не ударило ли это по твоему личному бренду с точки зрения того, что ты стал больше представлять другой бренд, не себя лично? На самом деле я очень быстро, скажем так, переобулся. То есть история какая? Когда я работал на своей радиостанции, я везде ходил, говорил, я радио премиум. Когда я перешел на Energy, я просто, типа, все, я радио Energy. Причем мне это было очень органично, так как я искренне любил эту радиостанцию все это время и как бы по ее образу и подобию создавал свою. И буквально там в первые, в первые месяцы работы уже договорился сразу с новостной редакцией, что, ребята, я готов внеурочно ездить на интервью, мне очень интересно там общаться с иностранными именно артистами. И помню, что мне там прям сразу же дали взять возможность взять интервью у группы Scooter. и я прям уже как бы достаточно уверенно себя чувствовал в кадре и, в общем, прям очень, наверное, как-то стал кайфовать от этого процесса. Вот. Плюс в мою работу также входил еще и там быть администратором утреннего шоу. А утреннее шоу на радио — это очень большие звезды. Это там Морозова, Саймон, Горностаева. И там ребят приглашали постоянно и на какие-то гастроли. И они ходили на все самые важные мероприятия. Вот. И с ними как менеджер также, мне кажется, что это тоже все очень круто, работал на личный бренд. И за это время как-то я прям, наверное, тоже подсобрал очень много контактов. И самое главное, поначалу, наверное, что я вспоминаю, что и на Energy, что и во ВКонтакте, такая публичность, она воспринимается в штыки. Потому что, ну, ты новый человек. И вдруг ты начинаешь там везде мелькать, начинаешь везде лезть на, скажем так, на передовую. И понятное дело, что там людей, которые долго работают в команде, они не понимают, они считают тебя выскочкой и так далее. Но на деле потом это начинает работать в обратную сторону. То есть ты поначалу, скажем так, максимально, наверное, пытаешься перетянуть идеал на себя, больше просоцировать себя с брендом твоего работодателя. А дальше ты уже сам начинаешь работать и приносить пользу своей компании. Вот, поэтому, хоть там первый год, наверное, это особо никому не нравилось, то потом, когда, например, там нужно было там, ну, была, например, там история в 2012 году, когда хором ВД спел песню Get Lucky, Daft Punk. И как раз-таки за счет того, что там где-то на мероприятии, там, я там, в общем, хорошо познакомился с одним продюсером, он мне там как-то передал контакт этого хора, я уже прихожу к хороньке. Да, мы помним где-то там, были с Питером от Radio Energy. Да, и все. И ребята согласились буквально там за день, и мы получили себе там в студии очень крутой эксклюзив. И дальше все это так стало, как бы, личный бренд, в общем, мне кажется, является какой-то неотъемлемой частью вообще коммуникации в музыкальной индустрии точно, и помогает тебе, там, выходить, там, не на уровень общения с менеджером, с помощником и так далее, а сразу, в общем, уже вышибать двери, в общем, самых, наверное, недоступных людей. Мы в рейтинг 30 до 30 никогда не включаем людей, которые не достигли всего своим трудом. И тщательно это проверяем всегда. У нас было несколько скандалов, связанных с тем, когда мы включали наследников. Вот в связи с этим вопрос. Твои родители как-то причастны к твоей карьере? Они тебе помогали на каком-то этапе? Они мне не помогали ничем, мне кажется, кроме своей любви и заботы. Мой папа кузнец, он занимается художественной ковкой и, собственно, создает из металла разные конструкции. При том, что, конечно, в нынешнее время это не суперприбыльный бизнес, да и не супер, наверное, востребованный бизнес. Сейчас он, по-моему, даже переключился уже то ли на керамогранит, то ли на камень, потому что как будто бы, в общем, это потеряло какую-то актуальность. У мамы аж два высших образования, она прям такая экономист, умничка. И, в общем, наверное, всегда была таким примером настоящего, хорошего, правильного трудоголика. Получается, что как раз папа за творчество, маму больше за такую работу, и вот во мне это как-то все вместе смешалось. Ну и, наверное, еще немаловажное, ну и, наверное, еще важное влияние на меня оказала бабушка, потому что в детстве большую часть времени как раз-таки моим воспитанием занималась она. Она педагог, заслуженный учитель России, 40 лет, в общем, на одном рабочем месте. Поэтому как раз-таки это вот третий фактор такой стабильности. Бабушка 40 лет работала на месте, я уже 7, так что, в принципе, мы уже, я уже близок. Да, вот. Ну да, собственно, бабуля прям, в общем, это вложила в меня, конечно, очень много знаний. Вот у нее скоро юбилей, через несколько месяцев и 80 уже исполняется. Вот, в общем, но при этом она прям у меня комментирует, мне кажется, в Инстаграме каждый пост, правит, если я делаю где-то какие-то орфографические или пунктационные ошибки. В общем, она прям супер внимательно за всем следит и в интернете проводит, мне кажется, ничуть не меньше времени, чем я сейчас. Как родители относятся к твоей популярности? Мне кажется, что они, ну, мне кажется, точнее, они мной очень сильно гордятся. И мне, честно говоря, хочется как будто бы сделать им как можно больше, не знаю, короче, тоже чем-то им отплачивать за то, что, в общем, они мне дали такую свободу творчества в детстве. Как ты попал в Mail.ru? Такая же очень плавная история перехода, как история перехода на Radio Energy. Мы с командой ВКонтакте познакомились еще в 2012 году, когда я на Energy работал всего лишь второй год. Причем я им просто написал на почту, пресс-собачка викиком, что ребята, привет, вот мы там видим, что вы активно работаете с Radio Record, нам тоже бы хотелось стать вашим партнером. Скажите, что для этого нужно? Мы готовы у себя из эфира в эфире запретить упоминать Facebook, Twitter и вообще любые другие соцсети. Мы готовы полностью эксклюзивно работать с вами. И ответ поступил, если даже не на следующий день, то, по-моему, через прям несколько часов. То есть просто на общую почту? Да. Никому? Да, да, просто на общую почту, которой как раз тогда пользовался Георгий Лобушкин. И оказалось, что он, живя в Питере, а в Питере мы не вещали, он постоянно слушал Energy через интернет. То есть он был как бы нашим, ну, то есть человеком, который как бы слушал радио, ну, через интернет, что уже говорит о какой-то такой его искренней любви. Продвинутой, продвинутой. Да, ну и тому, что ему реально, видимо, нравилась радиостанция. А написал я это, кстати, по-моему, в преддверии запуска Radio Energy в Петербурге. И он ответил, говорит, ребята, все, приходите в Дом Зингера, экскурсия, пообщаемся и так далее. И через месяц вместе с продюсером радиостанции мы поехали в Дом Зингера. Я помню, конечно, вот это впечатление, первый раз, когда я туда зашел, ты просто как в каком, вот по ощущениям, в какой-то храм. То есть что-то, это вот храм интернета на тот момент, самый главный и вообще там единственный. Потому что то, мне кажется, вот к какой магии вообще был окутан и сам Павел Дуров. Но Дуров тогда еще владел. Да, и более того, когда мы сидели в переговорке, Павел прошел мимо и там нам издалека... Помахал. И тут я такой, так, все-таки он существует. Все-таки это не уебинарно. А у тебя были сомнения? Ну, конечно, у всех тогда были сомнения, потому что, ну, несмотря на то, что были какие-то фотографии с мероприятий и так далее, все равно, как бы, образ Павла был достаточно мифический. Мне кажется, он сейчас мифический. Не, он точно существует. Не, он мифический, но это точно реальный человек. Вот. И мы с ребятами тогда познакомились, стали партнерствовать, дружить. Там, мне кажется, точно пару раз мы приглашали Гошу и на эфир на радио. Он, там, подводил итоги у нас каких-то конкурсов, и ребята стали нам помогать с продвижением внутри ВКонтакте. И мы, там, честно, не упоминали больше ни одну соцсеть, кроме ВК, там, на протяжении аж нескольких лет. Ну вот. И в момент, когда во ВКонтакте пришел директор по маркетингу новый, это уже легендарная личность по имени Ярослав Андреев, который является крестным отцом Дани Милохина и, мне кажется, вообще главных тикток-домов нашей страны, он пришел, в общем, в 2014 году на должный директор по маркетингу и, там, почти сразу же начал искать себе человека, с которым бы он начал заниматься партнерским маркетингом, человека, в общем, который, да, будет вести всю коммуникацию с партнерами и так далее. И тогда Гоша сказал ему, типа, смотри, у нас есть фанат ВК, он ходит постоянно в наших толстовках, он там везде, там, за нас топит. Я, кстати, когда брал интервью каких-то иностранных артистов, я еще умудрялся им заводить страницы ВКонтакте и подкидывать, так сказать, еще, там, тогда Гоши, в общем, какие-то приятные бенефиты от нашего сотрудничества. Но при этом все еще работал, да? Да-да-да, я просто, ну, подумал, что, блин, ребятам будет приятно, если мы будем тоже приводить каких-то селебов, ну, как бы, Энерджи, международный бренд, к нему, там, с большой лояльностью относятся все, вообще, музыканты, приезжающие в Россию. И помню, что, там, мы сидим в гримерке, я беру интервью у Крейга Дэвид и говорю, Крейг, знаешь, вот, есть социальная сеть в России, у тебя там очень много поклонников, давай мы тебе откроем там страничку. Вот, и звоню Гоши, Гоша там все помогает запустить красиво, и, в общем, таких случаев точно было несколько, и, в общем, мы были прямо на активном ВКонтакте. Поэтому, как Ярослав решается искать человека, Гоша ему говорит, обрати внимание, вот, Костя, тебе надо с ним пообщаться. И все, мы встречаемся, Ярик, конечно, начинает, как, вот, в своей манере сразу продавать, что, так, все, давай, значит, завтра ты к нам приходишь и так далее. Но, справедливости ради, я думал почти месяц над предложением. Почему? Ну, потому что не был, наверное, выйти, во-первых, готов из зоны комфорта, я понимал, что вот у меня уже там за плечами три с половиной года работаю в очень крутой команде. Мы там постоянно, ну, мы прям, как, наверное, большая семья какая-то уже стали. Я вот, честно говоря, даже, ну, не помню, что в каком-то другом радиохолдинге настолько была сплоченная команда, и так бы долго она не менялась. То есть там была почти нулевая текучка кадров, и, в общем, все как-то друг за другом держались и работали с очень большим интересом. Поэтому, ну, конечно, странно от этого всего уходить, при том, что вроде тут работодатель твоей мечты, но, с другой стороны, человек, который сам еще находится на испытательном сроке. И, может быть, его через два месяца уволят, и меня вместе с ним. Поэтому риски были очень большие, но все-таки... Что тебя подкупило в итоге? Ну, подкупило, наверное, благословение тогда продюсера Radio Energy Дениса Серикова, который... Он меня и принял на работу, когда мне было 15. Он меня и взрастил, вложил в меня, мне кажется, правда, вот все свои знания, все самое лучшее, и постоянно вообще поддерживал меня в работе. И он же и сказал, что, Костя, ты должен туда идти, да. Я говорю, это мне очень сложно, как бы, принимать это решение, но ты точно должен, типа, идти работать в ВК и дальше расти как специалист. И на какую позицию они тебя, собственно, пригласили? Чем ты занимался, вот когда пришел только? На должность менеджера спецпроектов, то есть моей задачей было как раз-таки начать с того, что выстроить все партнерские отношения с радиостанциями, так как я знал, как это работает. И также помню, какие-то первые проекты, это начать заниматься инфоподдержкой мероприятий. Ну вот так же, потому что со всеми организаторами я уже тогда был знаком, благодаря как раз своей работе на Energy, и, в общем, все стало потихонечку само клеиться. Вот, потом как раз-таки начал заниматься регистрацией каких-то музыкантов и зарубежных, и российских. И вот полтора года, наверное... А, у нас еще с Ярославом был интересный опыт регистрации глав регионов. Мы подумали, что ведь главы регионов — это такие же звезды, как и Николай Басков, просто они звезды своего субъекта. Но решили пойти с козырей, и я задался целью зарегистрировать в ВКонтакте Рамзана Кадырова. Потому что на тот момент он являлся суперзвездой Инстаграма, и генерал... Ну, в общем, я точно помню, что каждый день, заходя в ленту новостей, какая-то одна из пяти была точно связана с ним. Это какой был год? Это был конец 2014-го, начало 2015-го года. И, в общем, я понимаю, что там все заходы через пресс-службу точно не принесут никакой удачи, потому что вряд ли кто-то хочет подкинуть себе дополнительные работы. И мы там после какой-то конференции, я вдруг познакомился с блогером из Чечни, блогером, ЖЖ-блогером из Чечни. И, ну, естественно, там второй вопрос, или первый, который я ему задал, я говорю, «Заур, почему у Рамзана Ахматовича нет страницы ВКонтакте? Нужно это как-то исправить». Вот, тем более, я говорю, российская соцсеть, странно, ну, почему, как. Вот, он это воспринял как прям задание, и, в общем, такой, да-да, типа, я, ну, там, поузнаю и так далее. Я уже, ну, честно говоря, ни на что не надеялся, и вдруг звонок через месяц. «Костя, а ты что завтра делаешь?» Я такой, там, ну, можем встретиться, там, в два часа дня. Он такой, не, нужно в Грозный прилететь. Я такой, хорошо. Я говорю, Ярослав, Ярослав, полетишь? Он такой, нет, типа, слетай один. Да, я такой, ну, ладно, окей, типа, я полечу. Вот, и все, и это была такая, наверное, первая большая серьезная командировка. Спустя, там, несколько дней переговоров, рассказов, я там все прям... Ну, так с кем ты встречался-то в итоге? В итоге сначала встречался с его разными помощниками, вот, по итогу встретились с ним, все утвердили, дарили по рукам, и через, там, несколько недель, или, по-моему, даже через несколько дней страницу ВКонтакте его запустили. А он пользуется ей до сих пор? Да, причем периодически приходят уведомления, он и прямые эфиры там активно проводит. Я знаю, что у него были, там, большие проблемы с доступом в Инстаграм, он, там, сменил несколько страниц, но ВКонтакте, вот, у него, там, стабильно, почти, по-моему, полмиллиона подписчиков, и он является прям таким активным пользователем. Причем, именно, там, не просто, скажем так, человеком, который доверил это, там, своим помощникам или менеджерам, а который сам лично, там, часто отвечает на комментарии. После этого мы запустили такую волну регистраций, с нами, там, буквально через месяц-полтора связались, там, сотрудники Рустама Нургалиевича Мениханова из Казани, и мы зарегистрировали президента Татарстана у нас, и дальше, в общем, стали, там, еще ездить по разным городам, там, мэра Новосибирска, в общем, мэра Владивостока и так далее, и так далее. Вот, просто в какой-то момент стало очевидно, что все-таки всю страну не облетаешь, надо как-то это уже делать более систематично, и мы это все, там, свели просто до, там, каких-то... В общем, стали это просто делать все онлайн, вот. Но, опять же, наверное, это вот... Ну, в общем, мне этот проект прям очень сильно зафокусил. А страница Дмитрий Медведева тоже в ваших рук делах. Она, нет, она появилась значительно раньше, это была, насколько я помню, одна из первых верифицированных страниц ВКонтакте. То есть, по-моему, она появилась аж в 2011 году, вот. Но мы, вот, кстати, именно здесь проводили ВК-лайф с Дмитрием Медведевым, он отвечал на вопросы наших пользователей. Это когда было? Это было в 2019 году. А, то есть совсем недавно. Что это за комната с огромным количеством музыкальных инструментов, портретами исполнителей? Что вы здесь делаете? Ну, это одно из развлечений нашего офиса. Уже, мне кажется, никого не удивишь любыми, там, игровыми приставками и даже спортивной площадкой. Недавно поэтому здесь появилась музыкальная комната. Сюда абсолютно в любое время, 24 часа в сутки, в общем, могут приходить сотрудники и практиковаться, учиться играть на почти, мне кажется, всех видах инструментов. Мне еще коллеги обещали, что сюда скоро поставят диджейский пульт, поэтому я планирую сюда тоже почаще задавать. То есть любой может приходить и играть, даже если он не умеет. Да, да, абсолютно. Ничего страшного, если ты расстроишь инструмент. Нет, тут тебя никто не слышит, тут очень хорошая шумоизоляция, поэтому... А, то есть в коридоре не слышно, что происходит. Нет, поэтому здесь можно все прям наваливать по полной программе. Что, на твой взгляд, поменялось во ВКонтакте с продажей после того, как Павел Дуров продал компанию? Ну, скажем так, с момента продажи компания, конечно, очень сильно выросла. Я, насколько я помню, приходил в московский офис ВК и был девятым сотрудником по счету. Сейчас в московском офисе именно самой социальной сети работает порядка 200 человек. В Петербурге также команда выросла очень сильно. Если мне не изменяет память, было порядка 40 разработчиков, то сейчас команда насчитывает около 600 или 700 разных специалистов, которые занимаются созданием, в принципе, ВК. Самое главное, что за это время компания не утратила свои ценности. И, как, например, в нашей социальной сети с самого начала была запрещена реклама алкоголя, мы, например, эту ценность активно транслируем ежегодно на ВК-фесте. Казалось бы, мы сколько бы фестиваль мог заработать, разрешив там рекламу алкоголя, для нас все-таки вот это является чем-то прям очень-очень важным. Также наша штаб-квартира в Петербурге, в доме Зингера, она стала только больше, если там раньше она занимала всего лишь два этажа, а сейчас там почти все здание. И появились еще несколько офисов в других тоже не менее знаковых домах Петербурга. Ну, в общем, главное, наверное, что я точно могу сказать, не утратился вот этот вот дух того, что команда создает какой-то особенный продукт, но при этом просто все сильно масштабировалось, и социальная сеть уже на текущий момент является какой-то огромной платформой, которая включает в себя там не как в 2014 году только развлекательные сервисы и общение, но сейчас это такой полноценный суперап, в котором ты можешь воспользоваться огромным количеством услуг от заказа еды, такси, продуктов, там, до поиска работы и, в общем, других полезных сервисов. То есть сейчас это уже, ну, по факту, мне кажется, в какой-то момент времени это может вообще, как ВК может, в принципе, тебе заменить интернет, ты можешь все делать через одну платформу. То есть тебе не нужно будет покидать ВК, чтобы там получить какие-то услуги в интернете. Мне кажется, что это, конечно, очень такая большая фантазия, может, там, на 10-15 лет, но кажется, что вот все движется именно к этому. Хочу с тобой поговорить про музыку ВКонтакте. Я зарегистрировалась в 2007 году, когда переехала в Москву учиться. И тогда это была такая площадка, где можно было бесплатно послушать любую музыку, скачать, посмотреть любой фильм. Ютуб тогда еще не был настолько развит в России. Мне кажется, его так много не смотрели, да, как сейчас. Вот какой путь дальше музыка ВКонтакте прошла, там, до сегодняшнего дня с появлением всех стриминговых платформ. Нам понятно, что бизнес-модель менялась, менялись какие-то регуляторные истории российские. Вот что произошло с музыкой? Самое главное, что музыка по-прежнему осталась бесплатной. И это, конечно, наверное, самое важное, что нам удалось сделать, сохранить ее доступной для всех, но при этом сделать возможность слушать, скажем так, музыку без рекламы, без каких-то ограничений, при наличии подписки. Мы полноценно, скажем так, перезапустили наш музыкальный сервис пять лет назад. Сделали так, что, в общем, ВКонтакте собрана вся возможная медиатека в хорошем качестве. И, ну, в общем, можно сказать, мы стали полноценным стриминговым сервисом. Все-таки до этого там в аудиозаписи мог каждый просто взять, загрузить любую песню, они никак особо там между собой не ранжировались. Но при этом у артиста все равно была возможность развиваться на площадке ВКонтакте. И так появился, например, Макс Порш, который там в 2012 году просто начал загружать свои песни, ушел в армию, вернулся, а у него уже там собирается огромная фан-база и аудитория. И так, в общем, стало с каждым годом происходить все больше и больше и больше. Но в какой-то момент времени стало очевидно, что все-таки вся музыка должна быть легальной, мы должны идти в ногу со временем. Это, скажем так, по факту, да, наверное, это можно назвать мировым трендом. И мы полностью легализовали сервис, запустили плейлисты, запустили музыкальную витрину в 2016 году. И стали прям, наверное, с каждым годом уделять все большее внимание и работе с артистами, и также поддерживать артистов. У нас стало, в общем, для этого намного больше инструментов. И мне кажется, что дали, наверное, такой правильный толчок вообще развитию музыкальной индустрии в России. И, наверное, вот как раз-таки с момента, там, 2016-2017 года стало, там, с каждым годом вылезать все больше артистов на сцену. Там, поначалу, там, я помню точно, там, это Джах Халиб, Грибы, потом мы узнали, там, про ЛДЖ и Федука. И так с каждым годом просто это все умножилось на 10, 20, 30 раз. Ну вот, и сейчас мы, когда подводим, там, вижу, ежегодно итоги года, мы смотрим на список, понимаем, что половина этих артистов не было и слышно, и известно еще в прошлом году. Но сейчас они суперзвезды, у них многомиллионная аудитория. Как вы с ними работаете? Какие-то у вас есть эксклюзивные контракты? Вы находите их на просторах ВКонтакте? Как это происходит? Вот сама механика? Ну, механика, наверное, очень простая. Нужно, во-первых, мониторить активно музыкальный чарт, мониторить сообщество артистов, смотреть, ну, скажем так, у нас есть весь инструментарий для того, чтобы следить за этими трендами, следить, в принципе, наверное, за всем инфополем. Конечно, что-то, ну, всегда есть человеческий фактор, всегда ты можешь что-то упустить, на что-то, там, не сделать ставку. Ну, вот, наверное, БК-фест лучший тому показатель. У нас еще в 2016 году на малой сцене выступал, например, Монатик. И только через несколько месяцев у него случился большой хит, и он стал прям очень большой суперзвездой. Там, мы, мне кажется, в первый же месяц популярности певицы Монеточки также дали возможность ей выступить уже на большой сцене. Вся ваша мудрость умещается в наколке, Вся ваша юность лета напись на футболке. То есть это, наверное, такой скаутинг, который продолжается каждый день. И большую, наверное, часть работы делает наша музыкальная редакция, которая как раз-таки еженедельно обновляет и плейлисты, и музыкальную витрину. И дальше, там, наши менеджеры, которые общаются и с лейблами, и с музыкальными агрегаторами, также всегда высматривают, где же скоро будет талант. Как изменилась твоя работа с наступлением пандемии? Ну, как ты можешь заметить, самый заваленный стол барахлом, это, наверное, мой, потому что... Все остальное просто чистое. Я, к счастью или к сожалению, не знаю, если не представляю, честно говоря, работу без офиса, здесь максимально для меня вообще какое-то место силы и максимальная концентрация моего внимания, потому что дома, честно скажу, я начинаю отвлекаться на все, на холодильник, телевизор, там, приставка, и, в общем, это ничем хорошим обычно не заканчивается. А здесь ты приходишь, как весь... У нас, можно заметить, очень много пространства. Конечно, до пандемии самая, наверное, ценная... Самая большая ценность была офиса в том, что вы могли сидеть все вместе за одним большим столом и постоянно общаться, что-то быстро обсуждать и так далее, потому что действительно, наверное, какие-то самые классные идеи даже, там, спецпроектов за этот год приходили вот как раз, когда мы все были вместе, вживую и так далее. Зума, конечно, хорошо, но когда мы говорим про какой-то креатив, брейншторм, это все не рабочая история. Но при этом ребята выбрали возможность свободного посещения офиса, тем более у нас, в принципе, офис до конца года находится на удаленке. Вот, но даже когда, я надеюсь, что в очень ближайшем будущем мы все с удаленки вернемся, ребята смогут работать по гибридной модели, проводя в офисе один-два дня и остальное время проводя дома. Вот, я решил для себя, что я за, для себя лично, за классическую пятидневку, и, в общем, так, даже если там на несколько часов приезжаешь, но все равно продуктивность, просто так, будто ты вот весь день сидел дома. Мне кажется, для многих молодых ребят у тебя просто должность мечты. Вот, что делает Константин Сидорков, когда приходит на работу? Вот, какие твои обязанности ежедневные, которые у тебя обстоят в календаре, в расписании, что ты делаешь? Ну, наверное, самое, вообще, главное, самое главное поле деятельности это наши рабочие чаты. Я, наверное, кого-то удивлю, но мы вообще совершенно не пользуемся электронной почтой. Понятно, что когда, там, для партнера, например, важно что-то зафиксировать, что-то обсудить, или, там, у нас какие-то международные переговоры, ну, там, выбора, конечно, особого нет. Но мы все общаемся в чатах ВКонтакте, в чатах в нашем корпоративном мессенджере. И, честно, вот, то, как вообще, наверное, начинается мой просто день, вот, еще ты лежишь в кровати и уже начинаешь смотреть, проверять все рабочие чаты, причем как внутренние, так и внешние, вот. И, наверное, что тоже является немаловажным, это, во-первых, отслушивание какой-то, поиск новой музыки, это вообще, скажем так, ну, быть, наверное, максимально погруженным во все какие-то инфоповоды, которые происходят в музыкальной индустрии. Там, буквально, там, не знаю, вчера, например, очень детально изучал историю с Антохой МС, что у него там сейчас очень большие проблемы с его бывшим продюсером, который забрал все права на материал. Вот, опять же, там нужно было как-то максимально погрузиться, разобраться, узнать, там, истинную, скажем так, проблему, и то, как мы можем артисту помочь ее решить. Вот, наверное, для меня просто работа является каким-то лайфстайлом, то есть я не разделяю, там, на выходные, на будни, то есть оно у меня вот как-то всегда. То есть если я понимаю, что есть что-то важное, там, что нужно обязательно сделать вот только в субботу и воскресенье, ну, значит, так тому и быть, вот. Но при этом какой-то, мне кажется, все равно важен жизненный баланс, в том, что, там, надо не забывать ходить в отпуск, надо после, там, уже 8-9 вечера переставать отвечать на какие-то... Отключать чаты. Ну, отключать чаты, да, потому что очень, конечно, ну, это совершенно точно такой хороший признак музыкальной индустрии, что никто раньше 12 часов тебе тут не ответит, ну, с вероятностью 90% на какой-то твой вопрос или сообщение. Ну, вот, там, к обеду все просыпаются и начинают уже как-то работать. А вот, там, ранние подъемы и так далее, ну, будешь просто, вот, там, сам собой сидеть, общаться, никто тебе, там, из внешних партнеров почти не будет в это время ни на что отвечать. Ну, звучит вообще как работа мечты. Есть у тебя какая-то часть твоей работы, которую ты не очень любишь? Вот, обязательно часть то, что ты должен делать, но вот как-то не совсем по душе тебе это? Ну, все, наверное, связанное так или иначе с рутиной, но при этом я и здесь как-то учусь радоваться и находить в этом что-то хорошее. Там, недавно прям, то есть я помню одно время, я на дух не переносил какие-то таблички, что-то там, вот, готовить какие-то отчеты и так далее, но вот как-то со временем это тоже начинает меняться, и ты просто понимаешь, что это, ну, как бы неотъемлемая часть работы, и надо волю в кулак собрать и делать, вот. Ну, и, конечно, наверное, тут снова большие ловерды команде, которые как-то вот всегда, во-первых, ну, не знаю, я вообще не представляю, скажем так, фраза «один в поле не войн» — это точно про меня. То есть я понимаю, что везде надо всегда все делать вместе и друг друга держать в каком-то тонусе, контролировать, и это вот все получается как раз только когда, не знаю, вот у всех в команде горят глаза, и все как-то, наверное, горят одним делом. Вот, и единолично что-то там, вести какие-то проекты и так далее, вообще никогда не был сторонником таких штук, поэтому тут команда очень сильно выручает. Расскажи про ВК-фест. Зачем вам нужна была такая большая площадка, фестиваль? Как вы его создавали и достигли ли вы тех целей, которые ставили перед собой, когда впервые это сделали? Первая идея была в том, чтобы полностью на два дня отключить ВКонтакте и сделать так, чтобы все в Петербурге пришли в этот день в офлайн пообщаться со своими друзьями, но потом стало понятно, что собрать несколько миллионов человек в одном месте будет проблематично, и опыт фестиваля Монстра Рока в Москве в далеком 91-м году тоже лишний раз это подтверждает, поэтому стало очевидно, что доступ ограничить ВКонтакте все-таки нельзя, но дать возможность нашим пользователям собраться в офлайне, увидеть вживую не только своих любимых артистов, но и, например, паблики из ВКонтакте, в общем, пощупать мемы, поделать с ними какие-то фотографии. Ну и на самом деле просто классно провести время и получить доступ вообще к огромному парку развлечений, потому что территория фестиваля растет год от года. Мы начинали там с 35 футбольных полей, сейчас что-то уже там в 19-м году уже территория там то ли 55, то ли 60 футбольных полей занимала. Это порядка 10 сцен, из которых там 5 музыкальных и еще там и сцены кулинарные, и киберспортивные. Ну то есть это прям полноценный... Как бы мы, скажем так, вытащили все лучшее из социальной сети по разным категориям, на разные аудитории, чтобы в семье было интересно там провести целый день. То есть это была такая площадка для... Ну не только для вашего комьюнити, как пользователей социальной сети, но в том числе и для музыкантов. Безусловно. Мне как-то особенно берет гордость за то, что нам с командой удалось сделать такой сильный музыкальный бренд ВК-феста, что сейчас выступить молодому артисту на ВК-фесте так же престижно, как, например, получить какую-то музыкальную премию, как выступить на вечернем Мурганте. Я считаю, что вот это то, к чему мы там шли долгие годы. И первый, например, я вспоминаю первый ВК-фест, сколько тогда у нас было проблем в работе с артистами, потому что, ну, во-первых, у нашего соорганизатора Radio Record тогда тоже не было большого опыта именно организации фестивалей с лайф-бендами. То есть одно дело у тебя приезжает диджей, к которому-то там диджейский пульт, флешка, там, бутылка виски, все, он готов выступает. А так к тебе приезжает там 12-15 человек, им нужно провести саундчек 2 часа, им там нужно всех их как-то расселить и так далее. Даже на первый ВК-фест у нас было заявлено порядка 35 артистов. И, конечно, кого-то забывали встретить на вокзале, кого-то забывали заселить в отель, у кого-то сдувало гримерку, кто-то там не успел провести саундчек. Прям первый год фестиваля именно внутри прошел, конечно, очень тяжело. То есть было прям очень много. Плюс нашим командам нужно было как-то притереться, потому что все-таки фестиваль делают абсолютно как бы два равнозначных партнера. Там, радиорекорд на себя берет все организационные вопросы. Там мы, как бы, там занимаемся больше программной частью. И, конечно, когда там две незнакомые между собой команды начинают так близко делать проекты, естественно, там вылезает тоже очень много проблем. Но в 2016 году на второй ВК-фест мы, в общем, провели очень такую большую работу над ошибками. Мы выписали всех артистов, с которыми у нас были проблемы, выписали, собственно, все эти проблемы и пригласили их выступить на второй год, потому что уже по рынку начали распространяться слухи, что как так, почему у фестиваля такая плохая организация, мы не поедем. Мы сказали, что, ребята, давайте вы съездите еще второй раз. Вот если все будет плохо, то все, без проблем, как бы, мы... Ну, говорите, как есть и так далее. Но вот если все будет хорошо, то очень хочется, чтобы вы свое мнение поменяли. И, в общем, уже на второй год все стало работать как часы, там гримерки стали намного прочнее, логистика стала четкой. И вот, наверное, с тех пор, я уже когда там с ребятами составлял лайнап третьего года, уже там каких-то вопросов по плохой организации не было. А если и были, я сказал, вы сходите, позвоните, в общем, если... Ну, и спросите напрямую артиста. И с тех пор артисты начали менять свое отношение. Они стали замечать, что мы, во-первых, наверное, объединяем на одной сцене самых разножанровых артистов. То есть у нас и какие-то там мастодонты, как группа Чаев и Михаил Боярский, потом Face, Big Baby Tape и Gun Flat. А с другой стороны, также мы там всегда уделяли большое внимание поп-музыке, там, Сиверт, Ёлка, Артикасти и так далее. А, ну и, конечно же, рок-музыканты и инди-группы. И, ну, мне даже, типа, казалось, что поклонники должны драться между собой, потому что это иногда слишком противоборствующие между собой форматы. А на удивление вот все там сначала слушают Ольгу Бузову и потом сразу же там следом выступает группа B2 и даже народ сильно не меняется и так же кайфует, что от Бузовой, что от B2. Так что очень много было таких сюрпризов и очень много артистов выросли вместе с нашим фестивалем. То есть кто-то выступал там сначала на самой маленькой сцене, потом уже там на средней, потом уже на самой большой. И, в общем, весь наш такой пуль... Кстати, вот группа Little Big так и делала. Они были участниками белой сцены, потом участниками синей. А потом уже, вот, надеюсь, в 22-м году станут хедлайнерами уже тоже синей большой сцены. Как вообще сейчас ВКонтакте, ВК выстраивает свою конкурентную историю? Потому что соцсетей огромное количество. Как вы воюете за свою аудиторию? Какие конкурентные помощи у вас? Ну, на самом деле, нужно понимать, что нашим конкурентом является даже хорошая погода за окном. Как у Netflix, да? Все, что правда может на себя как-то перенять внимание нашего пользователя, это все наш конкурент. И, наверное, здесь очень важно, особенно работая в крупной компании, понимать точно, в чем твоя сила. Вот мы понимаем, что сила нашего, например, музыкального сервиса, она как раз-таки в социальности, в том, что музыку можно отправить своему другу в личных сообщениях, на стенку, ты можешь там зайти посмотреть плейлист друга, что у нас вот как раз-таки артисты, которые там, ну, там, такие как Макс Хорш, которые начинали на самых ранних этапах нашего музыкального сервиса, по факту их песни распространялись как песни Юры Шатунова по электричке. Только их песни пересылали тогда в сообщениях, а, ну, суть, в общем, одна и та же. И если ты понимаешь, в общем, что движет твоей аудитории, что ей больше всего нравится, наверное, как раз-таки это и помогает очень сильно в работе, в выстраивании всех процессов. Вот поэтому мы и планируем еще до конца года уже, наверное, объединить наш музыкальный сервис в один бренд, чтобы аудитории было понятнее и артистам было понятнее, как развиваться. И, в общем... То есть вы делаете ставку на музыку как одной из своих конкурентных преимуществ? Да, безусловно, как ВК-музыка. Вот, но при этом, так как у нас уже компания очень большая, у нас недавно коллеги, например, представили платформу ВК-видео. Это тоже, я считаю, такой очень большой серьезный шаг в то, чтобы, в общем, начать также конкурентно выстраивать, выстраивать конкурентные преимущества перед видеосервисами. Ну и также, наверное, у самой социальной сети огромное количество разных полезных фичей, возможность проводить видеозвонки на 2000 человек абсолютно бесплатно. Плюс, там, большое количество пользователей потребляет новостную ленту. Соответственно, также, там, любые движения в эту сторону. Ну, то есть, сейчас, там, если раньше, скажем так, там, команда занимала всем по чуть-чуть, то теперь у каждого большого продукта есть своя команда, своя стратегия, вот, но при этом мы все вот как-то умудряемся еще двигаться вместе. Как ты вообще видишь свою карьеру дальше? Внутри компании или за ее пределами? Чем бы ты хотел дальше заниматься? Я скажу, наверное, очень необычную вещь, но у меня на седьмой год, на восьмой уже, точнее, год работы в компании случилась какая-то полная перезагрузка и такое эмоциональное обнуление, что я чувствую, как будто я работаю всего несколько лет. То есть, у меня нет ощущения, знаешь, такого старичка, который вот тут сидит, бьет палкой. Очень давно. Да, у меня ощущение, что я прям, не знаю, совсем недавно в компании, ну, совсем недавно с точки зрения того, что у меня очень сильный какой-то сейчас драйв и запал сделать, в общем, заниматься активно продвижением музыкального сервиса, так как по факту это можно считать новым продуктом, так как раньше, скажем так, это были просто аудиозаписи внутри социальной сети, то сейчас мы все-таки хотим себя уже позиционировать как отдельный стриминговый сервис. И поэтому вот это снова ощущение духа стартапа, у нас там пока не такая большая команда в музыкальном департаменте, и мне кажется, что вот именно при всех этих составляющих я точно вижу там ближайшие года в работе и в развитии именно этого бренда. вот я, честно, прям, не знаю, у меня вот все, уже, скажем так, весь маршрут построен, а уж сколько он продлится, вообще никогда никаких не строил прогнозов. Но вот, видимо, да, ВК уже стало в каком-то моем личном ДНК, и я себя ощущаю, наверное, как частью этой большой компании, неотъемлемой какой-то ее частью. Кость, спасибо тебе большое за интересную беседу. Давай пять. Вот. Друзья, спасибо, что вы смотрели этот выпуск. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова